Ну вот, значит, теперь мы приступим с вами к второй части, так сказать, в вопросе официальной. Приступим уже к дальнейшему работе. Значит, я просто разложу вам свой план, как предполагаю работать. Наверное, примерно такой же, как и вчера. Значит, сейчас мы проведем то же самое тестирование, потому что я вижу, что пришли люди. Некоторые, которые вчера не были. Значит, тестирование. Выберем людей, которые действительно гипнабельны. Позже покажу, постараюсь показать несколько другого. Получится, если будут люди, которые подходят для этого. Возможно, возможно, сегодня удастся людей, которые будут на сцене, довести до того состояния, до того качества. Ну, к примеру, сместить куда-нибудь в прошлое. И, правда, не вы, к сожалению, увидите все, пока это невозможно. Но кто-нибудь из тех, кто будет готов к тому, увидит и смогут вам, по крайней мере, поведать, что они увидят. Хотя, вы скажите, а чем это можно доказать? Чем это может доказать, что это не ебноз, что это не внушение и так далее? Ну, по крайней мере, практика показала, что те исторические события, которые просматривались в прошлом, а как относительно недалеком, так и относительно недалеком, в этой истории нашей страны, полностью совпадало с теми потом ставшими официально известными документами, которые были обнароданы относительно недавно. Когда об этих же вещах говорили, допустим, мной пять лет назад, шесть лет назад, что вот такие-таки какие-то явления происходили, реальные явления, что кто за ними стоял, то иногда смотрели просто-напросто, как, ну, на человека, который не совсем взорвал рассудки, придумывают неизвестно, что сказки. А через несколько лет потом те же самые встречают публикации, говорят, надо же, оказывается, все, что ты это говорил, было правдой, а мы думали, что ты уже того. Ну, куда того, всем, наверное, понятно. Ну что ж, значит, давайте приступим. Если можно, музыку такую мелкую. Я попрошу всех сидящих в зале и желающих этого, естественно, сесть, расслабиться, прикрыть глаза, сцепить свои руки. Сейчас я не только буду выбирать людей, обладающих повышенной чувствительностью к гипнозу и подобным им вещам, но и параллельно, я стараюсь всегда совмещать такую вот зрелищность с полезным, параллельно будут воздействовать на вашу психику, чтобы она пришла в гармонию спокойствия, чтобы вы освободились от стрессовых ситуаций, чтобы вы освободились от суеты, вот то, которое затягивает, как трясина на дно всяких... Кроме этой суеты существует в человеке несколько более глубокая его собственная душа. Давайте попытаемся вашу душу отчистить, отстелить скверно. Ваши руки. Дядя Ильич Кирилл, я не знаю. Спасибо. У кого руки сцепили, кто не может расцепить руки? Так, пожалуйста. Значит, просьба, у кого руки сцепились, выйти на сцену. У кого руки сцепились, сейчас попытаемся их освободить. Так, пробуйте руки. Так. Так, так. Вот так, расстегается. Отлично. Так, вот сильно, очень сильно. Заклинило, да? Ничего, сейчас расклиним. Ну, как сильно заклинило. Вот так, все. Так, вот так. У кого еще заклинило? Вот так, прекрасно. Так, у кого еще здесь вот? О, как сильно. Вот так. Так, у кого еще осталось? А у них получится у вас? Так. Так, давайте. Вот здесь, как сильно у вас сегодня стимула. Давайте, расслабляются руки. Расслабляются. Расслабляются. Вот так. Так, расслабляются. Руки усаденялись. Еще, еще. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так руки собердаются. Соберясь. Вот так. Расслабляются. Давайте сегодня, значит, поработаем с теми, кто здесь у нас попал на сцену. Вот видите, напротив стоит несколько человек друг друга. А вот теперь смотрите. Я создаю между стоящим здесь, друг другом, лицом друг другу людьми, стену. Так, попробуйте подойдите. Протискивайте еще всю эту стену. Получается. Так. Вот. Некоторые не могут, а некоторые прошли. Странно, да? Надо же, я не додал уже. Так. Но пока отойдите, пожалуйста. Значит, здесь перед людьми, стоящими здесь, остается аналитическое поле, которое блокирует их собственные возможности двигаться. Ничего другого здесь не происходит. Они не могут двигаться. Значит, что попробуем сделать тогда? Вот тут вот. Все, да? Так. Проглялись, да? Не можете? Серьезно? Ну, давайте. Одну ногу. Правая освободилась. Правая можете двигать? Пробуйте. Можно. А как левая? Тоже. А теперь левую приклеили, правую оставили. Правую можете двигать? А левую? Нет. Ой-ой-ой. Оп. Так. Тоже приклеиваешь ногу. Подержите, пожалуйста. Скорее, когда идет. Так. Возьмите, пожалуйста. Ох. Так. 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 Ваши ноги освободите, вы можете двигаться. Присядьте, пожалуйста, потом я поработаю. Вот смотрите, сейчас я воздуху наприклею руку. Попробуйте оторваться, можете? У нас ноги двигаются, ноги двигаются. Вы можете от этого места обойти и оторваться? Попробуйте, по кругу пойдите? По кругу можете, да? А руку разворачивайте, а в другую сторону пробуйте. Вот видите, к воздуху приклеили, вот они действуют. Так, ну вот, сделаем даже, знаете, иногда вот как... Пожалуйста, посмотрите. А теперь вы, сюда. Вот руку тоже потянуло туда еще. Руку тянет, смотрите, как руку тянет там место. Вот так потянуло, 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 потянуло. Ноги освобождаются, это у Вас тянет руки, а ноги не двигаются. Ноги двигаются, ноги двигаются. Вот так вот. Так, можно Вам, так сказать, тоже стоять. Пожалуйста, вы руки потяните. Еще вы. Вот так. Тоже потянул всех, у кого сейчас реакция есть. Сейчас руку потянет к этой точке, вот которая здесь стоит. Ноги освобождаются, руки тянутся. Так, вот так. Сильнее, сильнее, сильнее. Вот так Вас тянутся. Вот так, ноги отклеились и пошелел. Вот так. Ноги отклеились. Ноги отклеились, отклеились, а руку тянет. Так. 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 У кого еще? Так. Пальцы. Правая рука поднимается и тянется. Очень сильно тянется. Вы не бойтесь, ноги отрились, отрились ноги. Так, вот сейчас давайте ноги отрили. Вот так, ступайте, вот так. Вот казалось бы там ничего не существует, а человека тянет, да? Так, вот так вот, раз, и потихоньку, раз, и потихоньку, раз, и потихоньку. Вот, ноги освобождаются, раз, и потихоньку. Ну, если получится. Если получится. Сейчас я у вас умение читаю, больше не скажу. Ну, вспомнили, наверное, сказку про Золотого Гуся, помните, да? Видите, это та же самая реакция, всё-таки, в принципе, нет сказок. Во всех почти сказках реальность. И вот попробуйте, каждый из вас выйти из этого круга. Попробуйте. Только не надо дёргать руки сильно, а то можно действительно оторвать руки. Вот видите, не получается, не получается, и навряд ли получится. Ноги освобождаются, а руки тянутся. Вот так. Освобождаются. Вот так. Руки тянутся. Руки тянутся... Так. А теперь Золотой Гуся исчез. Не удивляйтесь, здесь не связано, что у вас слабая сила воли. Не с этим связано. А у вас эти первые поставили, так она отрезает чуть-чуть. Самый настоящий, вот так и случился. Вот так вот и ослуждаются. Значит, смотрите, вот я сразу несколько человек, вы просто придержитесь их двух, если что. Смотрите, сразу двух человек наклоняем мягко назад. Видите, как сразу. Так, за вашей спиной стена, и вы дальше ее упасть не можете. Вот смотрите, стена немножко наклоняется, вы наклонитесь, но не падаете, стена вас держит, как мраморная стена. Видите, еще больше наклоняется стена, а вы лежите на стене прямо. Вот видите, как, еще лежите больше, вы просто лежите, смотрите, а вы за это хорошо, вдруг что я себя упущу. Еще больше наклоняется стена, а вы не падаете. Стена вас держит. Вот видите, в таком положении, естественно, человек не может находиться, если без ценности. Так, стена возвращается в вертикальное положение. О, как стена хорошо уже пошла. Так, стена становится вертикальной, вертикальной, вертикальной. Вот так. Вот так. А теперь, все, которые стоят на сцене, тоже попробуйте, встаньте, пожалуйста. Вокруг вас, вокруг каждого стоящего на сцене, на расстоянии полуметра существует стена. Вот на полуметра сюда, сюда, вот такая квадратная стена, вверх, а в сторону стена. Так, попробуйте выйти из этого участка пространства. Так, кто-нибудь может выйти? Так. Всего дальше не медеется. Вот, как раз. Так, кто выходит, кто прошел, встаньте на место, а кто не прошел, пускай стоят. Так, ну вот видите, большинство, большинство дальше пройти не могут. Вот. Так, видите, стена и все. Так, стена исчезла, видите. А теперь давайте сделаем следующий эксперимент. Значит, пожалуйста, встаньте. А, пригорись опять, да? Ну даже, вы, прошу, приклеитесь. Вы тоже приклеились, да? Так, все, отклеились. Отклеивайтесь. Так, встаньте, пожалуйста. А вы приклеились, да? Сейчас отклеим. Да. Значит, теперь, пожалуйста, стоящий здесь, закройте крышку. Встаньте глаза. Так, кто видит свой мозг сейчас? Подой, прочее. Видите, да? Прекрасно. Присядьтесь. Так, кто еще видит мозг? Кто, что сейчас видит? Нет. Вы видите так. Ну, мы с вами уже работали. Так, кто сейчас еще видит мозг? Кто, что видит? Ну, так. Что-что? Время лестерство. Хорошо. Так, кто еще, что видит? Мозг видите, да? Так, вы что видите? Так, красная, вы что видите? Фиолет и весенее. Вы что видите? Я не знаю, что такое. Вы, я попустил. Что вы видите? Шарфиолет. Что-что? Шарфиолет. Шарфиолет. Так, вы что видите? Красная, так. Вы что видите? Меня, да? Ну, странно. Я больше. Так, вы что видите? Ничего, так, вы что видите? Просто я нечего-то депутатов. Так, кто еще что увидел? Значит, давайте сейчас те, кто увидел свой мозг, сейчас произойдет с вами, со всеми то, что я делал вчера с Наташей. Вот так. Через ваше тело пошли мощные потоки энергии. Ваш мозг освобождается от блокировок. Он совершенно свободен. Все блокировки исчезли. Ваш мозг свободен. Ваше подсознание с ним от блокировка освобождено. Ваше сознание становится больше. Уже не 5% начинает работать, а больше. 5, 10, 15. Мозг в лице не развивается. Так, кто что сейчас видит? Так, что вы видите? Что-то в середине было. В середине происходит что-то. Так, ну процесс идет. У вас что? У меня искра какие-то. Искра. Ну что вы видите? У меня мозг что-то. Мозг? Мозг какой он? Нет, что-то зеленое все. Мозг зеленый. Извелины на мозге. Извелины на мозге. Вы что видите? Раскрылся. Раскрылся у вас прекрасно. Видите? Замечательно. В середине происходит в середине. Делать его тоже неплохо. У вас что? Так, видишь, что там. Видишь? Мозг шел прекрасно. Мозг шел прекрасно. Прекрасно. Вы что? Что у вас? Свет. Что вы видите? Мозг видите? Что видите? Себя. Себя видите, да? Извелины. Со стороны видите? Ну, извините, при неплохо развитых случаях, что человек видит себя со стороны. Хотел стоять на сперсетах. Усилий, как он, что-то так. Ничего подобного. Нормация не хочет. Мозг на высшем любую базу. Вы что видите? Я... Мельканер. Цветовые. Цветовые, мельканер. Прекрасные. Прочистого воздуха, что вы видите. Что вы видите? Просто свет на разводе, все ночью. Свет на разводе. Ну, если дать большую дозу вам, для другого это большая доза. Больше, немножко позже отдельно. Так. А вы что видите? Что с вашим мозгом? Черный развод. Нужно черную убрать? Давайте уберем. Вот так. Чернота уходит? Мозг развернулся у вас? Так, черноты нет сейчас? Есть немного. Полностью снимать черноту. Вот так. Кто видит еще черноту где-нибудь у себя? Давайте сейчас уберем остатки. Да-да. Здесь чернота есть, да? Вы чувствуете, видите сами? Так, сейчас как ушло? Ну вот, хорошо. У кого еще черное есть? Так, кто сейчас хорошо видит свой мозг? Значит, пожалуйста. Вы что видите? Открыли. Открыли. Так, не обязательно. Соткрыли за весь. Ничего не вижу. А сейчас посмотрите. Тяжело глазами открытые, да? Хорошо. Вы с открытыми видите глазами, так? Отлично. Вы с открытыми глазами видите свой мозг. Он раскрылся красиво сейчас, который мозг у вас. Че, розовый. Так, кто еще хорошо? Так, вы хорошо видите мозг, да? Сейчас уже мозг видите? Прекрасно. Значит, вы по-прежнему видите себя со стороны. А свой мозг может посмотреть со стороны? Я представить могу. Ага. Зачем представить? Посмотрите. Просто мысленно, проходите мыслью в глубь. Посмотрите. Видно? Вот так. Видно. Отлично. Значит, давайте попытаемся теперь, те, кто увидел мозг, попытаемся отправить людей, у которых получился процесс вывода их мозгового качества, отправить куда-нибудь, допустим, в прошлое, в какую-нибудь эпоху. Давайте, наверное, для начала, чтобы было интересно каждому из вас, я отправлю в прошлое каждого вашего, в вашего прошлое. То есть, вы увидите себя в прошлом. Кем вы были, кто вы были, где жили, когда жили и так далее. Так, пожалуйста, настроитесь. Смотрите. Сейчас постараюсь вас вывести в ваше прошлое, но вы увидите, как кемо в своей прошлой жизни. Так. Выход. Смотрите. Смещайтесь, мысленно. Я смысл смещать в прошлое. Смотрите. Повышим ваше воплощение. Раз. Смотрите. Воза можно скрывать. Если для вас эта реальность исчезнет, вы увидите то, что было в прошлом вашей жизни. Так. Смотрите вы. Видите. Так. Пожалуйста. Так. Смотрите вы. Так. Вы. Так. Вы. Так. Вы. Что вы увидите это вообще? Деревня. Дом. Старой постройки. Ну, это старая. Еще. Еще. День. Такая гражданская война. Такая одежда длинная. Да. Семья многодетная. Бабушка. Я так понимаю, что вот маленький. Так вот маленький лежит ребеночек. Костя. Костя. Да. 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 Сейчас. Царь. Так. Если тут идет речь о царе Николая Втором. А мы с нами сейчас на этом увидим цирку. Вот. 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 Вы смотрите, на котором вы ставите. Кто еще сейчас видит свое... Вы что видите? Пока еще ничего. Смотрите, вы что видите? Наконец, копье. Это постепенно. Постепенно. Верно, примерно, можете сказать. Ветер очень. Восемьсотсемнадцатый. Восемьсотсемнадцатый. Ветер, хорошо. Да. Я слышу еще. Простите, кто уже. Ветер. Ярко, свежо. Всегда видите, чего быть может. Смотрите. Пока смотрите, просмотрите. Совсем очень. Вы что видите? Кем вы были? С какой-то облачной. Ну, просматривай. Для каждого человека это тонкий. Вы что видите? В коне двадцать первый год. Ты сидишь. Ну, видите, сколько получается? Двадцать первый, то девятнадцать. Что-то древних никого не казалось. Так. Давайте дальше отправим. Вас отправим в следующее воплощение. Смотрите дальше. Пошел дальше. Немножко большая доска. Немножко большая доска спала. Так. Так. Вы что-нибудь видите? Ныржи. Так. Рыб. То что? Рыб. Рыб. А где вы находитесь? На море. На море. А точнее. Окей. Так. А какой вы можете сказать? Неизвестно, да? Вы что видите? У меня изображение очень неясное. Неясное? Давайте сейчас. Константин, ой, ясно. Вот. Три года назад готовилась к поступлению в медицинское училище. Это неплохо. К примеру, у вас девушка, вы вчера тоже были здесь, да? Вы видели? Да. Вчера что делаете? Вижу. Вот видите, уже эта девушка, как я вчера узнал, она учится в медицинском училище, так? Ну, а теперь она видит мозг, внутренние органы, свои, чужие. Представьте, сколько пользы она сможет принести, если в туалетной мать помочь. Дисентрально будет развиваться дальше. Это неплохо. Вы что сейчас видите? Женщины, лекарства, отравы собирают. Женщины. То есть в предыдущем предвоплощении вы были женщиной. Но это ничего дейтельного нет. Здесь ничего дейтельного нет. Почти каждый из вас сидящий здесь в зале, когда-то был мужчина, когда-то был женщина. Больше или меньше число зависит от конкретного случая. Так что здесь все прекрасно нашло. А у вас что? Излученные реки очень красиво. Зеленые деревья. А где можно прийти? А средняя полоса России. Средняя полоса России. Очень красиво, очень приятно. А какой век? Где вы там были? Век неизвестный. Очень красиво, первостановая красота. Но вы можете просто свою эмоцию с кем-нибудь прошли. Мужчины, женщины. Что вы делали? Так, фиксация. Вот так, раз. Вот видите, просто для того, чтобы уйти дальше в прошлом, уже больше нагрузка. Довольно тяжело. Видите, просто когда мощный поток, получается, у человека часто не выдержит от потока. Это не о том, что здесь смещается сознание человека. Человек сам остается в этом времени, потому что время, оно не существует в природе вообще. Человек просто придумал время для того, чтобы ориентироваться. Вот часы посмотрел, сегодня столько-то, завтра в это же время договорились. Сеанс 19.00. Все знают. На самом деле времени нет. Существует процесс эволюции материи. И если существует эволюция материи, то можно перемещаться по этой реке времени, если можно сказать так, вперед и назад. Вот девушка сместилась на три года назад. Видно, у нее интересно было, как она экзамены сдавала. И она увидела себя со стороны. Так? Да. Ну да, интересно будет. Интересно. Так, как что вы сейчас видите? Планета работает. Планета? Как она? Можете описать? Гладкая почему-то. Гладкая. Что вы видите на этой планете? Ничего, она освещена никого. Нет, гладкая, абсолютно гладкая. Абсолютно гладкая. Ну вот, человек немножко, я дальше запустил реакорнации, и человек бы ушел несколько таячек уже не видеть на планету, которая ничем не заслевает, никем не заслевает. Так. А что вы видите? Просто вы видите. Вы просто летите. А куда? Расстрация. Расстрация. Вы звезды видите? Нет. Просто ощущение полярное. А сейчас звезды видите, смотрите. Смотрите, что вы сейчас видите. Солнце, процесс. Земля, космос. Ну, прекрасно. Видите, человек со своим сознанием может... Может, вы видите просто немножко устойчивее. 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 Не падает, не качается. Значит, видите, можно увидеть даже и землю извне. Вот я вам сейчас покажу ускоренную эволюцию Земли. Хотите посмотреть? Вот вы видите в прошлой эпохе космическому пути. Смотрите, потому что вы сказали. Хорошо. Так, вы что видите? Черный космос, Земля и белая полоса. Белая полоса. Горизонтом. Ну, куда смотреть, интересно. Интересно. Так, что вы видите? Вот такая вот другая лёжка. Точно вот здесь. Лазить стали, да? Ну, что ж, неплохо. Вы что видите? Камрячили зарождаться люди. И опыт вообще не строй. Ну, неплохо. Так, вы что видите? Горы бежали. Горы как делаете? В северном. Снега много. Отлично. Смотрите дальше. Что вы видите? Я сначала видела много снега и человека в национальных костюме северного человека. А сейчас цвета поменялись и в полёте все ощущают. Вы сейчас смотрите. Вы видите планету со стороны. Извини. Вы смотрите. Сейчас уже видите северную со стороны. Так. Вы что видите? Какие-то перелы. Искаю деревья. Гористая местность. Прекрасно. Смотрите. Срочные дети. Горы. И облака. Горы и облака. Прекрасны. Так. Ну, вот я специально отдал возможность людям, которые хорошо воспринимают, увидеть прошлое, свои жизни. Не только прошлое, жизни своей. То есть и как-то эволюции планеты. Потом, когда я их вернул в нормальный состояние, они опишут то, что они увидели. Дело в том, что то, что они видят, не является бредом фантазии. Это совершенно достоверные факты. И что когда пытались проверять, когда человек вот мощный поток энергии увидит, что когда человек видит, через него идёт мощный поток энергии, видите, как его раскачивают. То есть это большая нагрузка. Это весильная нагрузка. И если бы не было перестройки вот той, что я немножко сделал, то есть развернуть их мозг не произвёл это разворачивание, то они бы не смогли не увидеть прошлое и не выдержать этого потока. Это очень большой поток. Какое время интересует в прошлом вас? В будущее? Можно и в будущее, но не нужно. Так. Давайте лучше сначала разберёмся с прошлым. Да. Да. Вы можете разглядеть, как маленькие камни. Я вижу, будущее меня. Прошлое не хочу видеть. Будущее лучше. Так я вам помогу. Всё? Да. Да. Ну вот, все понаблюдали. Как видите, я никому не внушаю, что он должен видеть. Каждый видит то, что его конкретно идёт. То есть его собственное воплощение, предыдущее и так далее. Не то, что я ему сказал. Вы видите то-то, вы видите то-то. В руку крайне светит. Значит, сейчас я просто возвращу ваш мозг в нормальное состояние. Но при желании вы уже многое сможете делать сами. Допустим, просматривать свой мозг, чужой мозг, органы. И сейчас через ваши руки, всех стоящих здесь, пойдут энергии. Каждый палец. Пошло хорошо? Как у вас хорошо пошла энергия по рукам? Как у вас как? По рукам, что у вас? Ну, нет. Да. Да. Было что. Да. 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 Слабое видение. Немножко увидел. Значит, и... Начало типа скалкает. Потом, значит... Ну, типа, ну, типа, парохода, уголок деревянного с войнами. Третий раз было что-то типа, значит... Китайского, значит, или японских зданий таких. Вот такого типа. Но очень, очень туманно. Ну, ну, все. Конечно, у вас все в порядке. Можете. Руки. Спасибо. Рукам энергия идет. Отлично. Пока нет, тоже неплохо. Через руки идет энергия. Чувствуется. Через ноги. Жуть. Давайте сейчас равномерно спереди. Ну, вот. Девушка, вы, наверное, будущий медик такой. Да. Ну, вам это очень сильно пригодится. В вашей работе. Сейчас открою. Как будто пальцы открылись. Потекуло есть. Так, может, прокладите сами. Так, сейчас. Потекуло. Все нормально. Потекуло. Так. Видите, вы меня лежит сюда. Сюда на стене. Посмотрите. Идет хорошо? Видите, да? Так. У вас что? Ух. Вот. Сейчас я вас. Размale немножко. Вот, извиняюсь. Вот. Вот. У вас сейчас хорошо. Вот. Значит, теперь все возвращаются в нормальное состояние. Просьба, открыв глаза. Многие из вас видели с открытыми глазами. А что видите? Цвета. Вот вы сейчас видите ауру, очень хорошо. На лестнице скоро будете видеть все остальные глаза. Сейчас вы можете с открытыми глазами, как это всегда будет. Сейчас хорошо видите. Вот посмотрите, где уже следует. Вы можете видеть, как съемок сейчас. Да? Вот, прекрасно. Есть никакого внушения или нет? Значит, я прошу, товарища, сейчас присесть. Наверное, вы устали уже. Пожалуйста, присядьте на свои места. Все нормально у вас? Ну, отлично. Ну вот, значит, все-таки я небольшой комментарий провязываю от того, что сейчас вы были свидетелями, то есть не сами участвовали, но были свидетелями. Значит, как я уже говорил, что если мозг человека перевести на другой немножко уровень развития, то для него становятся возможны многие вещи, которые кажутся в другом состоянии, фантазии, при этом невозможным и так далее. Но это только в том случае, пока мозг человека не вышел на другой. Сколько людей, которые прошли сквозь это преобразование, скажем так, таких неверующих фонд, которые говорят, это не может быть, потому что не может быть никогда. Потом сами начинали все видеть, лечить, помогать другим людям. Поэтому здесь те люди, которые вышли сейчас на сцену, они не просто участвовали в каком-то спектакле, это не спектакль. С каждым из них проведена была работа, и многие из них приведут новые качества, талант в своем деле, новые приведут таланты, возможность видеть, допустим, внутренний орган, лечить, помогать. Многие видели во время смещения воплощениях, то, что человек живет не один раз, наверное, я уже говорил, не буду повторяться, это уже является фактом доказанным, доказанным наукой. Хотя она долго не хотела признавать это, ортодоксальная наука вынуждена признать, что человек, существо, живущее не один раз, наша жизнь завершается с гибелью нашей оболочки. Это вы должны тоже понимать, потому что многие люди чувствуют обреченность свою, что вот мы живем один раз, наступит день для каждого из нас, когда мы умрем, и на этом все завершится, больше ничего не будет. Так вот, это не утешение, это не попытка, так сказать, отвлечь от реальности то, что на самом деле по-другому, это реальный факт. Человек после смерти, нельзя о религии, говорила о душе, о том, что после смерти душа идет или в рай, или в ад, но под этим религия понимала несколько другое. То есть, религия считала, что человек действительно есть грехи. То время, которое еще остается, я хочу просто пояснить, чтобы было понятно то, что происходило с людьми, которые находились на сцене. Значит, каждый человек на этой земле живет уже не первый раз. И это связано с естественными процессами эволюции живой материи. Но вы скажете, а куда же человек девается, куда он уходит после смерти? Вот если религия говорит, вот некоторые попросили в библейские времена, мы, наверное, завтра уже попытались отправить людей в библейские времена, потому что реальные события библейских времен были несколько другие, чем те, которые изложены в Библии и так далее. Потому что искажение это очень большое. Так вот, что же все-таки происходит? Почему религия говорит, что если человек грешит, то он попадает в ад, если он ведет праведную жизнь, то он попадает в рай. Что за этим стоит? Есть ли это выдумка или есть ли это факт? Есть ли это факт, то что это? Наверное, мало кто, сидящий здесь в зале, может ответить на этот вопрос. Многие проще всего сказать, что это выдумка, фальшь, какая-то мистификация. Но если рассмотреть все это детально, сейчас же современная наука признала, создав теорию так называемого электронного поля, что существуют параллельные миры, которые существуют параллельно Земли, и что происходит постоянное взаимодействие между параллельными мирами. Но это, в принципе, признание того же существования рая и радость. Помните. Ну что, сейчас мы с вами проведем сеанс воздействия. Для этого я попрошу вас всех, кто, конечно, желает этого, сесть в погоду, расслабиться, закрыть глаза, закрыть глаза и настроиться на то, что я буду сейчас с вами работать. Значит, если кому-то станет тяжеловато, потому что вчера многим становилась перегрузка была, значит, просто мысленно постарайтесь сказать «достаточно». Все. На вас не будет идти воздействие. Потому что здесь завести от людей, которые очень хорошо чувствуют, и люди, которые не очень хорошо чувствуют. Чтобы не было, так сказать, перегрузки для тех, кто чрезмерно чувствует, значит, можно сказать мысленно «достаточно». Значит, воздействие будет идти на тех, кто желает. Кто не хочет, чтобы на него шло лечебное воздействие, никого воздействия не будет. Значит, вы просто должны сами для себя решить. Хотите, нравится вам? Хотите, чтобы у вас здоровье стало лучше? Значит, на вас будут идти действия. Пожалуйста, просто музыку. Значит, значит, я хочу сказать следующее, что вот некоторые говорят, что, допустим, шея побаливала вчера после того, что работали. Дело в том, что большинство сидящих здесь, опять-таки, существует всем известного, аниверсикандроза, сложение солей на позвонках, поэтому, когда идет действие, естественно, идет расхорушение солей, соли плавятся, выходят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 А может и больше, это же будет большой плюс и для него, и для всех, и для вас, в Архангельце. Потому что, допустим, я-то приехал и уехал, допустим, неделю побыл и уехал, я же не могу находиться в Архангельске постоянно, вы это понимаете. А ваши местные, которые будут здесь продолжать жить, они смогут им постоянно помогать каждый день. Поэтому, когда я называю на сцену людей, я не только, так сказать, показываю фокус, я делаю им, так сказать, с моей точки зрения, не знаю, как с их точки зрения, даю им возможность увидеть и себя, и других, получить новые качества, которые они должны использовать только на добро. Поэтому сегодня мы будем тоже придерживаться уже немножко такого старшего обычного режима нашей с вами работы. Значит, сейчас я проверю опять дикнабельность сидящих здесь в зале людей, те, кто обладает довольно-таки хорошей гипнабельностью. То есть я по работе покажу некоторые опыты, когда человек находится в таком состоянии. И после этого мы проведем сеанс воздействия на весь зал. Опять-таки повторяю, когда работает со всем залом, во-первых, вы должны четко представить, что действительно идет воздействие на каждого из вас. Если вы даже не чувствуете, все равно этот процесс идет. Просто у вас он будет несколько медленнее, чем те, кто чувствует. Только в этом лишь различие. Далее. Значит, если вы почувствуете головокружение или тошноту во время моих действий, я просто заранее говорю, вы сразу же мысленно говорите достаточно. Иначе будет происходить, вот как происходит отключение людей и так далее, и так далее. Поэтому просьба это учесть. Значит, а сейчас я прошу вас всех, кто, конечно, это желает, сесть и расслабиться, прикрыть глаза. Значит, сейчас я буду вводить вас, некоторые из вас вводить в гипнотическое состояние. Но хочу сказать следующее, что кроме всего прочего, это не только лишь ввод гипноз. Я параллельно восстанавливаю с помощью, так сказать, гипнотического внушения баланс вашей психики и все, что с этим связано. Поэтому это еще и польза для всех сидящих в зале. Значит, пожалуйста, если можно музыку. Руки держат? Да, сцепите, пожалуйста, все руки. Кто естественно желает этого? Закройте глаза. Расслабьтесь. По силу вашему телу потекла энергия. Так, пожалуйста, откройте глаза. У кого руки сцепились? Кто не может разъединить их? Пожалуйста, выйти на сцене. Есть такие? Ну, некоторые уже не первый раз выходят, некоторые первый раз. Ну, сегодня у нас мужское пополнение поступило. Так, сегодня приклеившись в зале нет всех. Ну, а зачем? Для того, что с силой сломить вашу волю, а зачем? Или сломить ваш организм не нужно? А с вами поработаем. У вас хорошая реакция во время лечения. Так, освободить. Сейчас ваши руки становятся легкими. Ну, у вас они очень сильные. Так. Так, руки освобождаются. Люди освобождаются. Ну, тоже они, пожалуйста, ходят. Пожалуйста, освобождаются. Надо же. Когда «пожалуйста» скажут, почему сразу освобождается? Так. Так. Тот самый. Исвобождается. 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 На почве вот прежнемся. У вас расспорюся. Пришли в колени. Пришли в колени. А на близости, я кинул. Надо, чтобы русский язык они не понимали. Насополитая все. Они наносили. У вас не получится. У вас не получится. И вот, нарушается. Не получается. У вас не получается. Для тех, кто еще не в курсе, что происходит, значит, сейчас идет эво этих людей, не из-за того, что их воля сломана, просто есть способ влияния на их организм, и их организм очень четко реагирует на это влияние. Поэтому происходит то, что вы видите. К примеру, вот у вас девушка, вы вчера, кажется, тоже уже были здесь, да? Вы видели? Да. Вчера же не одевает. Вижу. Ну вот видите, уже эта девушка еще, как я помню, вчера узнал, она учится в медицинском училище, так? Ну вот, теперь она видит мозг, внутренние органы, свои, чужие. Представьте, сколько пользы она сможет принести, если кто-нибудь может помочь. Дисектрально будет развиваться дальше. Значит, медиков среди присутились, есть. Вот еще у нас женщина-врач. Так, кто еще к медицине имеет отношения? Вот девушка. Еще есть? Медицине. Ну вот видите, несколько человек имеют отношение, прямое отношение к медицине. То есть им уже будет гораздо проще. Работа, потому что не знает, организация человека. А теперь попрошу следующий момент. Покажу, что я не секундочку. Вот, к примеру, для людей с повышенной учрежденностью, которые воспринимают мысли очень четко, можно сделать такой опыт. Вот для всех вас, для меня, это бумажка, правильно? Это бумажка. Что вы видите сейчас? Мост, да, вы сюда посмотрите. Белый слух, а теперь смотрите. А сейчас у нее руки деньги. Берете деньги? Еще нет, надо же, не получается. Что же делать? Может, за спину спрятать? Так. Вот, смотри, сколько у меня рублей. Стоп. Ну, надо было за спину спрятать, и все. А можете обманывать, посмотрите. Посмотрите, возьмите. Вы уже знаете, что рублей в один знак, наверное, есть. Посмотрите. На свет, поднимите, свет здесь достаточно. Видно в один знак? Видите, здесь ничего сложного нет. К сожалению, иногда такими фокусами используются не очень порядочные люди. Дело в том, что... Что делается? Действительно, это бумажка. Но почему девушка увидит два сто рублей? Не потому, что что-то плохое и так далее. Дело в том, что ведет, я себе, образ, сто рублей, к примеру, и вкладывая ему смыслы, иногда не то, что я вкладываю, а не то, что я вставлю. То есть, иногда люди так пользуются, что сликовают, например, сликовают бумажки, забирают деньги, уходят, что-то такое. Поэтому, видите. А вот сейчас сколько будет, знаете? Кто сейчас видите? 50. 50 рублей. Ну, видите. Пока ходил, подешевело. Было сто, стало 50. Так, можно, до рубля, вот эти. Лучше положу, а то, если на рубль останется, чем у девушек. Значит, здесь связано с тем, что, опять-таки, у девушки, видите, очень легко мозг питает информацию. Не только идущие от вашего организатора, внутреннего органа, они тоже идут излучения своеобразные. И мозг и фиксируют. Но любое другое излучение. Да, или, допустим, смотрите, можно создать образ, ну, допустим, образ собаки. Посмотрите. Вы видите собаку? Видите, да? Видите. Хотя, для всех присущихся в зале собака не видна. А порода какая? Какая порода? Маленькая болонка. Я могу сказать следующее. Я просто настроился на то, что девушке, какая собака, ей больше нравится, если была ту собаку, которую ей нравится больше всего. Она, наверное, болонке нравится. Да? Ну вот. Значит, следующий вариант. Допустим, можно создать, для тех людей, которые действительно реагируют хорошо, можно создать следующее явление, которое для других будет совершенно невидимым. не видим. То есть, ваше зрение это не фиксирует. К примеру, я могу создать 10 своих двойников. Вот так. То, некоторые из вас стоящие смогут, то увидим, что они поправятся. Уже два стало. Внутри хорошо. Так. Один, как раз, так и двое. Значит, что-то не нарушилось цифр. Нет, все нормально. Так, выставьте. Сколько видите? Два. Надо же, я хотел 10. А ну-ка, сделаем больше. Четыре. А сейчас? Тоже два, три, два. Две руки, да? Так, у вас вадимся на 10. Поставим их в ряд. Так, сейчас видите? Вот. Вы как видите, та же, как и меня? Вряд. Видите, построили, из-за тебя можно давать по-военному, направо, налево. А вы скажите, где я настоящий, где мой двойник? Скажите, где я настоящий, покажите. Один на спину ваших, да? Надо с микрофоном. А я забыл, 10 и 4 микрофона создать. Да я понятно. Но сейчас сделаю микрофоны. У всех. У всех микрофонов теперь? Два микрофона. Два, да? Именно двое. Так, сейчас у 10 создадим. А то 10 на чуть не провалился. Надо же, забыл, что у микрофона других нет. Один. Вы вышли в состояние. А вы сколько видите? Уже убежали. Так, но видите, в принципе, можно создавать фантомный... Был такой случай, когда меня спросили, ну, что ты этим занимаешься, и так далее. Ну, это люди, которые меня знали, учились в самом месте в университете. Я тоже такой, например, фокус сделал, когда создал вместо себя 10-й. Ну, и спрашиваю, можешь подойти и попробовать какой-нибудь? О, нет. Ну, человеку в сознании. Когда я один, это понятно, а когда 10, уже... Ну, это естественно, конечно. Но я решил, что почувствовал человеку. Взял, как бы, сделал себя невидимым и 9 двойников сделал невидимым. Оставил одного двойника. Ну, человек подходит, а, говорит, что это, первый раз знаю, что ли? По плечу. Действительно, человек в таком состоянии, он не может отличить форму матери плотную друг от других. То есть, совершенно одинаково воспринимает. Не важно отличить. Ну, теперь еще немножко покажу, значит, некоторые фокусы. Так. Фокус не с другого плана. Отлично. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, главный человек. Садись сюда. Вот, смотрите, просто ведет воздействие. Вы можете сойти с полом? Можете. Недостаточно. Вот так. Вашу ногу приклеились полностью. Срослись с полом. Сейчас можете? Нет. Опять-таки, здесь не связано с тем, что человек действительно не может открыться от пола. Естественно, не может открыться. Просто оплотированы мышцы его организма и они в состоянии. У кого сейчас притерились? У вас притерились, да? О, как хорошо притерились. Так, ну-ка, давайте, отклеиваются. У вас, отклеиваются. Отклеиваются, отклеиваются. У кого еще притерились? О, надо же, давайте, отклеиваются, пускай, так-так-так-так-так-так. Отклеиваются, 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 отклеиваются. вот. Так, все, все, отлично. Молодцы. Ничего, ничего, постойте сейчас. А сейчас можете руку опустить? Можете. Пожалуйста, еще раз. А сейчас? Нет. Рука-то ваша, видите, о, одевые. пристарался, но сейчас? Так, опускать. Вы, видите, вы нас, сейчас отвергите? Можете двигаться? До сих пор. Так, пробуйте, пробуйте. двигаться. Вот так отвергается. Можете двигаться? Вот так, пожалуйста, вот так. Вот так. Так, еще, пожалуйста, молодой человек. Да. То же самое. Придеем? Уже ты есть? А, локоть. А, это как с первого раза, да? Все, встаньте, пожалуйста, с ума. А теперь попробуй двигаться, надо ли. Здесь обе двигаться. А теперь раз, и все приклеилось. Раз, все, пробуйте. Одна, открылась, а вторая? Надо же. А мы скажем, пожалуйста, приклейтесь, ножки к полу. А сейчас? Вот, ноги тоже просят вежливости. Край, пожалуйста, сказали, они приклеились. Так. Отклеивайтесь. А что были руки? Отклеивайтесь, ноги. Вот, как у всех сочетают, все ноги освобождаются, свободно. У вас нет, скажем, пожалуйста, открылась. Пожалуйста, открылась. Вот, как раз, и вторая. Николай, то есть, как вы относитесь к обучению под гипнозом, в частности, с английским языком. Значит, дело в том, что гипноз существует несколько типов. Есть жесткий гипноз, который ломает человека. Есть мягкий гипноз, который никакого вреда для человека не приносит. Вот, вы видите, я, в принципе, когда работаю, я делаю в страхе, в принципе, я не признаю жесткого гипноза. хотя и младею. Вот, но это не нужно, мне не было необходимо с ним пользоваться. Вот, и я считаю, что не допустим даже для того, чтобы, так сказать, заниматься какой-то показок и ломать человека. Это не нужно. Когда я работаю с вами, я делаю мягкий гипноз, который, это не совсем даже гипноз, это просто воздействие на ваш мозжечок. Гипноз это паралич сознания. Я в сознании всем скроме, все люди другу уходят, они полно здравия, рассудки. Их рассудок в сознании полностью работает нормально. Вот, поэтому, если человек, который занимается обучением, умеет водить мягко, не причиняя это, это хорошо. Если же это жесткий гипноз, я против жесткого. это мое личное мнение, как это может быть свое мнение. Следующая физика. Можно ли научиться видеть себя изнутри, если слабо поддаешься гипнозу? Естественно, можно. Дело в том, что на сцену берутся люди для того, чтобы немножко показать, наглядно показать, что такое воздействие на человека. Что вот существует один тип, второй, третий, что это реально, что это не миф. Но это не значит, что если человек не подается к гипнозу, он не может научиться видеть себя изнутри и других изнутри. Просто нужно работать, работать. Но на сцене, если такого человека пригласить, для других это вообще ничего не будет. То есть, если вы видите человек приклеиться к полу, то есть, что у него хорошая часть гипноза, а этот человек не приклеится. Вам что-то покажет. Если он увидит свои внутренние органы, это опять-таки увидит он, а не вы. Поэтому здесь немножко из-за того, что именно нам нужно не только настроить человека, но и показать всем остальным, что это возможно. Добавил с